Всем привет, друзья! У нас сегодня на обзоре ELSI EVEN 90. И тут гайд выглядит, наверное, следующим образом. Берешь елку, ставишь сюда командирский обзорный прибор, трофейная система выхлопа, это малошумка. Ну, можно и не трофейную, но трофейную лучше. И трофейную или боновую оптику. Ставишь экипажу лампочку, братство и маскировку, перки на обзор желательно. Ну и, собственно, все. Собственно, все. Нажимаешь бой. Я, конечно, покажу вам еще модернизацию, чуть про это побольше расскажу. Но, если коротко, танчик максимально простой на восьмом уровне. У елочки маскировка, чтобы вы понимали, да, для тех, кто не знает, у елочки маскировка больше, чем у мантикоры. При этом по обзору она примерно такая же. Вот у меня сейчас там 480 с такой сборкой. На мантикоре у меня фулл перки, да, здесь немножко радиоперехват не докачан. На мантикоре фулл перки на обзор. На мантикоре боновая оптика. И там 500 с небольшим. А здесь, ну там, правда, модернизация еще немножко. Можно побольше сделать. Ну, короче, здесь сравнимо, да. Если поставить боновую оптику, то тоже 500 наберется. И есть еще одна такая интересная особенность данной лтэхи, ну вы видите, да. Я ради интереса посмотрел статистику по лтэшкам восьмого уровня. Как думаете, сколько боев сыграно на лт восьмого уровня? Суммарно это около 25 миллионов за последние 4 недели. Ну, типа за последний месяц примерно. Как вы думаете, сколько из них сыграно на L790? Правильно, почти половина. 11 миллионов 250 тысяч боев сыграно на данном танке. И следующий после елочки танк идет Lynx 6х6. На нем сыграно 2,5 миллиона. То есть, понимаете, да? 11,5 миллионов 11200. И 2,5 миллиона следующий танк. И на всех остальных танках вместе взятых получается, что сыграно примерно столько, сколько на одной этой елке. За последние 4 недели. Это еще... Ну, как бы в этот месяц будет намного жестче статистика, потому что абоненты тарифа игровой получают данный танчик абсолютно бесплатно. Да, ко всем остальным плюшкам еще прибавилось, что в тарифе теперь дают по 2 танка. Бедный Сэрлок. По 2 танка каждый месяц. Таким образом, за год вы бесплатно пощупаете суммарно 25 танков Т-44-100 и еще по 2 раз в месяц. Их еще можно выкупать после того, как месяц закончился. Можно выкупать. А там были такие интересные прям предложения, редкие, необычные. Видите, я даже... Я могу просто рассказывать вам во время боя, поэтому я говорю, я даже не парюсь. Просто запустил в бой, просто приехал, встал в кустик и стоишь. И стоишь, и ничего не делаешь. А на свет фармится. На свет фармится. Тут ребятки подставляются, думают, что не светится. Вот этот гвардейчик думает, что не светится. Но он светится, да? Т-44... А, нет, гвардейчик отсветился. Ну вот. Так, немножко проехали. Вот. Еще интересная особенность, что на данном танке среди всех восьмых уровней, не только среди ЛТ-шек, среди всех восьмых уровней планка одна из самых сложных. Сложнее только на двух танках. Это Бурасик. Тоже, да, он может и светить, и стрелять. Поэтому высокая планочка. И Шерлемань, который можно получить только за боны, когда ты отыграл там ранговые, в ранговом магазине. Соответственно, на нем играют там на Шерлемане в основном скиловики. Ну и танчик в целом тоже хороший достаточно. И Бурасик. Все. Даже на Шкоде Т-56, вот признанный всеми имбе. Планка чуть-чуть меньше, чем на Ёлке. А на Ёлке, я напомню, сыграно 11 миллионов боев. То есть на ней играют не скиловики, на ней играют все, абсолютно все подряд. И планка настолько высокая. То есть танк получился, я даже не знаю, как же так вышло. Да, супер мелкий танк размером с башню, наверное, меньше, чем башня ИСа-7, в который невероятно сложно попасть, у которого самая имбовая маскировка. Просто больше, чем у Мантикора. Мантикора там супер незаметный танк 10 уровня. И здесь, казалось бы, плохое орудие, да, 660 с барабана у тебя всего лишь получается. 660. Но это же мало. Объективно мало. Еще и перезарядка там почти 30 секунд. У тебя плохая точность, плохое сведение. У тебя хорошего в плане орудия мало. То есть урон наносить ты не можешь. Но настолько просто светить на 8 уровне, где обзоры не такие жесткие. Кстати, как это я не вижу. Я должен видеть. Давай убьем, наверное. Где обзоры не настолько жесткие. Ой, хотел так сделать. Можно было Индиан Панцира, конечно, добить. Ну ладно. Вот как-то так, да, играя. Можно теперь заехать, не знаю, супер першу в спину прям. То есть ТРВ, наверное, меня будет высвечивать. Я уже слишком близко к ней расположен. Это, наверное, не сильно страшно, да? Давай немножко задом тут зайдем. Хотя рановато, наверное, я начал задом сдавать. Давай-ка, давай-ка, аккуратно. Ну, мы сейчас по-любому еще бои сыграем. Я вам поподробнее все расскажу. Пока что вот такое вот забавное решил вступление сделать. Где просто что-то рассказываешь параллельно. Оно само как-то играется, нагибается. Оп. И добиваем. Отлично. И вот у нас получилось уже сколько там суммарки? Три почти с половиной тысячи. И едем дальше, да, едем дальше светить ПТ-шек. Правда, здесь только одна ПТ-шка, СТРВ-ха. И, скорее всего, она уехала, раз у нас елка ничего не получает. Раз, когда я сюда проезжал, тоже не светился. Скорее всего, СТРВ-ха уехала куда-нибудь направо. Но мы сейчас до нее доберемся. Мы сейчас до нее доберемся. Сейчас приедем. И барабанчик свои 660 попробуем раздать. Как думаете, он в угол поехал или в город поехал? На всякий случай проверим угол. Любят они стоять где-то в уголке? Нет. Все-таки СТРВшник уехал прям далеко туда. Но мы будем за ним ехать. Да, не стоять же тут. Не брать же базу. Мы хотим что-нибудь еще пофармить. Что-нибудь еще где-нибудь. Как-нибудь. Так, елочка. Отстань, конкурент. Да, на самом деле, вот, ну реально, я сильно удивился, насколько много. То есть я понимал, что боев... На ходу не попадаем оба. А, что это только что было? Как-то я промахнулся дурацко. Я понимал, что боев на елке сыграно много. Я это абсолютно точно понимал. Но чтобы настолько много... Чтобы вот настолько их много было в рандоме, это что-то невероятное. Наверное, это один из... Вообще, надо посмотреть в целом, сколько сыграно на восьмом левеле, на каких танках, да. Возможно, елка вообще лидер среди всех восьмерок. Раньше безоговорочный лидер всегда был ИС-3. Но те времена уже прошли. И ИС-3 не мог всю жизнь оставаться лидером. И давай сюда с поджогом, не? Эх, жаль. А, у КВ-5, к сожалению, нет хп. Ну, вот таким вот образом сыгран бой на сколько? На четыре с половиной тысячи. Совершенно не напрягаясь, что-то разговаривая попутно. Встал в кустике, постоял и дальше катаешься, настреливаешь. Ладно, сейчас чуть более подробно в ангаре поговорим. Я расскажу вам про перки, действительно более подробно про оборудование, две сборки, модернизацию и так далее. Потому что сейчас эти танки многие получили с тарифа игровой. И, соответственно, может быть, еще не знают, что туда точно ставить. Может быть, не ЛТ-воды никогда не пробовали играть на ЛТшках. И сейчас будут постепенно учиться. Топ даже по урону в какой-то там топ-5 вошел. Топ-2 по опыту. 1700 урона, сделал три фрага, 2700 на света. Пофармил 75 тысяч, но я потратил на аптечку, на ремку. Ой, ну, на ремку, может быть, на доп-пайок. И потратил на снаряды, потому что я играю на фулл-голде. Это вовсе не обязательно. То есть, если подумать, то все, что я наносил, весь урон, я бы мог спокойно наносить ББшками. Допустим, по Тортлу. Два снаряда в борт, спокойно ББшками можно играть. У СТРВ-хи спокойно ББшками можно было наносить. Вот 44-ю, да, голдой, наверное, попроще пробить. Супер Перш. В основном стрелял в борт, скорее всего, все бы ББшками пробил. И также 34-ю стрелял в борт вместе с Тортлом. То есть, здесь спокойно можно обойтись без такого количества голды. Это я, стример, статист, голдострел, из кустов тварь ненавижу. Вот. А обычный игрок может сделать себе более бюджетный набор. Там как-нибудь 50 на 50, да, плюс-минус. И хотя бы можно так и оставить. Давай так и оставим. Просто у меня еще интуиция не выкачана. Хотелось бы интуицию. А интуицию здесь придется качать на двух членах экипажа. Вот. Вот это вот проблемка, да. Если была бы интуиция фулл выкачана, то, конечно, я бы возил, наверное, вот так вот. Какие-то, какое-то количество ВБшек, может быть. Вот. Давай сначала начнем с полевой модернизации. У нас здесь стоит к мощности двигателя плюс. Потому что максималка здесь в целом неплохая, да. Если убрать это, то 70 получится. Если сюда поставить, то вообще 72. Но проблема в том, что здесь занерфлена то ли проходимость, то ли, ну, дельной мощности не хватает. 24 лошадиных сил на тонну. И получается так, что он до своей максималки долго разгоняется. Еще всякие деревья, так как это малютка вообще, которая ничего не весит. Масса 7 тонн. Это, ну, это просто реально, он весит меньше, чем башни Иса 7, наверное. И, соответственно, всякие деревья тебя тормозят. Всякие ломания домов, заборчиков и так далее. Все тебе сильно тормозит. Не хватает мощности. Очень хочется сюда турбину поставить. Прям очень хочется сюда турбину поставить. Но стандартный набор ЛТ надо оставлять. Смотри, дальше интересная модернизация. Мы можем сделать либо точность лучше, либо перезарядку лучше. Как сказал я, перезарядка у меня получается 28,3. Можно сделать перезарядку 26,7. Можно там поставить вторую сборку на урон и на городских картах не страдать. Но это все, мне кажется, не особо нужно. Лучше поставить точность, да. Лучше ты на 2 секунды побольше будешь заряжаться. Но у тебя финальная точность будет лучше на каких-то дистанциях. На 400 метров ты очень часто кого-то пересвечиваешь. Там на 400, на 420. Соответственно, останавливаешься. По нему начинаешь раздавать барабанчик. Барабан раздается достаточно быстро. 2,5 между выстрелами. То есть за 5 секунд ты полностью барабан раздаешь. И очень хотелось бы попадать в такие ситуации. Попадать в таких ситуациях. Соответственно, я лучше здесь поставлю точность, чем какой-то ДП. Хотя это тоже сборка в принципе рабочая. Такая чуть более агрессивная. Но я предпочту точность. И дальше у нас идет защита от фугасов, урона, минус от времени оглушения, защита экипажа от ранений. И жертвуем мы максимальную скорость назад. Она здесь получается 17. Если это убрать или поставить так, будет 23. Конечно, тоже прикольно, тоже классно. Но тараном ее и так достаточно сильно бьют. Любое касание ты теряешь хп. Сплэши, ранения, там очень скомпонованно все близко друг к другу. Соответственно, в членов экипажа попадать максимально легко. Любое попадание это может быть попадание в члены экипажа. Соответственно, защиту экипажа от ранений тоже хотелось бы оставить. Вот такая вот сборка. По оборудованию. Стандартный набор ЛТ-шек. Если кто вдруг не знал, это командирский обзорный прибор в первый слот. Его трофейного нет. Есть только обычный. Соответственно, мы ставим его в первый слот на обзор. Дальше малошумочка. И дальше оптика. Вот такой набор на ЛТ-шек у нас. Еще желательная инструкция на маскировку. И у нас получается незаметность 56-63. Что в движении, что стоя на месте. Вот я вам могу показать для сравнения. Вот она Монтикора. И ее маскировка. То же самое, да? Командирский, тоже трофейная малошумка. В экипаже все есть и на маскировку, и братство, и перки на обзор. И у нас получается здесь 55% маскировка, а обзор 501. А на елочке 56-63 маскировка и обзор 480. Вот такие дела. Это еще при том, что на Монтикоре есть модернизация как раз-таки на маскировку. Ты добавляешь незаметности, убираешь обзоры немножко. Можно сделать обзор побольше, но незаметность будет сильно хуже. То есть это еще с модернизацией на маскировку. У Монтикора такой модернизации нет. Вот такие вот дела. Вот такая вот незаметная микроблоха, микрокуст. Прячется вообще в любом кустике, в любой травинке, пересветить крайне сложно. Это одна из самых бесячих тачек на восьмом уровне. Если какая-то открытая карта, то мало того, что ты ее высветишь только в рентгене, так еще и по ней надо как-то попасть. Пусть, да, она за счет своей динамики не самой лучшей, не так хорошо виляет Мансит и так далее. Но если есть какие-то там рельефы, если она хоть как-то там что-то поворачивает, а не едет по прямой, то попасть крайне тяжело. Особенно, даже не особенно, а даже если по прямой едет, не всегда получается. Это реально бесячий танк. Сколько раз было такое, что едет елка, ты на каком-то барабанном танке, и просто весь барабан отдаешь куда-то в пустоту, куда-то мимо не попадаешь. При этом, когда ты играешь на елке, почему-то противники очень жестко стреляют, очень жестко попадают. Да, по перкам быстро. Как я и сказал, братство, там маскировка, это обязательно везде. Шестое чувство обязательно. Орлиный глаз, радиоперехват. Ну, то есть у командира вот это вот пять перков, которые надо качать. Ну, только лампочку, естественно, первой. Если у вас экипаж совсем не прокачан, то лампочку первой. Дальше два маскировку. Дальше маскировку. Здесь какой-нибудь плавный поворот башни. Злопамятный у меня еще стоит. В принципе, разницы никакой. И у водителя что нам надо? Тоже братство маскировку. Виртуоз король бездорожья. Король бездорожья в приоритете, потому что король бездорожья тоже скорость поворота дает. При этом сопротивление к грунтам улучшает. А здесь как раз, когда едешь по какой-то воде, танк практически тормозит. Поэтому король бездорожья прям must have. Так же, как и виртуоз, чтобы мансить чуть получше. Ну, и я поставил тут ремонт оставшимся двум членам экипажа. В идеале, да, конечно, еще ремонт иметь, чтобы не было такого, что тебе сбили каточек, а у тебя нет ремки, и все, и ты остаешься там. То есть вот у меня ремонт не до конца прокачан. При этом время ремонта ходовой 6 секунд уже сильно лучше. Когда докачается, будет в целом неплохо. И я бы поставил еще пожаротушение. В принципе, я думаю, у многих есть экипаж на 13-105. У многих есть ЛТшный какой-то экипаж французский. Соответственно, уже там по 4-5-6 перков. Может быть, у кого-то даже 7 перков. И, соответственно, я бы пожаротушение еще тоже вкачал, потому что танк поджигается. Танк поджигается. Есть такая проблемка. Вот. Ну, а мы поехали в следующий бой. В ангаре посидели, в ангаре поболтали. Let's go дальше. Надеюсь, какая-то карта будет еще, чтобы прям посвятить. Вот хорошо, что с десятками кинуло. Это намного интереснее играть, чем одноуровневые бои. Казалось бы, да, наоборот. Типа, фига, играй лучше одноуровневые. Там все более слепые. Но, в принципе, ты играешь на десятки реально как на мантикоре. У тебя лучше маскировка. У тебя практически такой же обзор. Чуть хуже. И что на мантикоре, что на этом танке, ты играешь в основном на засвет. То есть, да, бывает иногда что-то там урон какой-то даешь. Но это вообще далеко не приоритетно. Многие ЛТ-воды вообще там стреляют только в крайне, в самых крайних необходимых случаях. Либо когда уже все, выхода совсем нет. Либо когда, наоборот, очень сильно побеждаешь и хочешь что-нибудь еще урончиком дать. Вот, поэтому, когда ты попадаешь к десяткам, ты такой, ага, хп-шек больше, значит, потенциально могу больше насветить. Особенно, когда попадаешь на какую-нибудь Прохоровку, Малиновку. Там прям очень хочешь попасть не в топ, очень хочешь попасть куда-нибудь к десяточкам, чтобы иметь возможность больше насветить. Тут ШПТК куда-то вперед едет. Так, вот аккуратненько встаем. Как видите, наша елка размером с этот кустик. Пересветили всех. Надеюсь, хоть какой-то отстрел будет. Ну, пока что-то есть, но слишком мало. Шарфутюр мне вообще не нравится, как он встал. Он просто встал, сейчас засветится. И получать буду я. Лично ШПТК там дает урончик. Ну-ка. Эх, не попадает ШПТК фугасами, жаль. Ну, ребят, ну чё. В целом, хотя бы так отстреляли уже неплохо, да? Но хотелось бы чуть-чуть получше, чтобы стреляли чуть-чуть получше бы. Хотелось бы. Так, давай стрельну разочек. И откачусь. Так, видите, скорость разгона не очень хорошая, не самая классная. Тем не менее, я просто приехал встал кустик. Полторы тысячи на перекаточке. Уже и на том спасибо. Так, далее у нас есть разные варианты. Тут ещё Ксор стоял, что-то пытался светить. Но я думаю, у меня засветов чуть-чуть побольше будет. Я могу встать вот здесь в траву. Кустики в траву. Могу уехать куда-то чуть-чуть подальше. Давай, наверное, здесь постоим. У нас там на горе Исуха. У нас СУ-130ПМ на горе. И, возможно... Возможно, как раз они что-то сейчас по моему засвету постреляют. При этом меня светить не должны, вроде как. Вроде как это хорошие такие кустики, которых светиться не будешь. Вот там леопард подставляется. Ну, давайте с горы, ребята, Исуха. Ну, что же вы. Возможно, надо было чуть дальше встать, чтобы они как раз выезжали и чуть больше подставлялись. Но это не точно. Так, леопард не отсветился. И он не знает это. Отлично. Отлично. Леопард не отсветился. Злопамятный, возможно, сработал. Я, скорее всего, за фазой свечу леопарда. То есть у него там что-то должно торчать, вроде как. Так, так, так. Пошел урон. Не знаю, насколько хороши эти кустики. По идее, не должен я светиться. Ну, я имею в виду, даже когда он ближе подъедет, по идее, только в рентгене должен светиться. Но это не точно. Потому что все-таки точно не знаешь, насколько хороши или плохи данные кусты. Тут надежда на то, что СУ-130 и ИСУХа будут стрелять получше. Их немножко, скорее всего, ТВП-хо подсвечивает. Так. Но это вообще не мой засвет, да? Это СУ-130 по своему засвету, что ли, дала? Похоже на то. Похоже, что СУ-130 по своему засвету сейчас дала. Но фаза, конечно, вообще не в свой двор заехала явно. Да, СУ-130 по своему засвету стреляет. Он там с крайних кустиков и, видимо, сам высвечивает, пересвечивает. Так, здесь делать особо больше нечего. Я так подозреваю. Надо что-нибудь придумать. Можно попробовать мост посветить. Вот эту Т-44 в Вафлю там еще. Для СТРВ-хи. И для Калибана. Вот СТРВ-ха только что от Вафли получила. А Калибан почему-то выезжает вот так вот нагло. Не знаю, почему он это себе позволяет. В целом, его должны здесь наказывать. Вот таким вот образом пытаюсь Вафлю высветить. У нас, к сожалению, там еще Ледник проиграл. Это неприятно. Но должен я Вафлю здесь высвечивать. По идее. Да, вот она она. Ой-ой-ой. Как-то так не попал. Дурацко. При этом сам не засветился. И на том спасибо. Но по Вафле толком никто не может стрелять. Калибан откидался. Хотя бы так, да? Хотя бы так барабанчик раздали. У нас вроде как хотелось сказать небольшие проблемы. Но в целом-то ситуация неплохая. Я могу, наверное, спуститься вниз, заехать в спину. Не знаю, насколько мне это нужно. Тут еще ШПТК есть. Но в целом, наверное, могу. Они сейчас там на ПТшках наошибаются. СУ-130 и Т28. Ой, обидно. Потому что я сейчас на 250 урона в камушек врезался. Так, мне главное, чтобы по СУ-130 что-то дали. Что-то, чтобы по ней дали. Хотя бы там артовод немножечко зацепил. Потому что столько у меня... Не хватит с барабана. Поэтому я не буду сразу палиться. Да, я дождусь, пока СУ-130 ошибется. Все, отлично. Теперь можно выезжать убивать. Альфа не самая лучшая, но этого оказалось достаточно. В любом случае, с двух бы я убивал. Так, это офигеть. Артовод по мне с ледника стрелял. Можно, в принципе, поехать за артой. Ну, возможно, здесь вафля будет стоять, контрить. Ну, а в принципе, делать-то мне особо немного, что можно. Да, можно поехать как раз арту поубивать. Почему бы и нет, не будут по нашим ПТшкам закидывать. Тоже приятно. К тому же, один артовод здесь где-то на леднике. Со мной еще к Сорчик едет. Попробуем что-то тут намутить. Вот отсюда, по-моему, артовод стрелял. Пока не видать. Возможно, мне показалось, и он все-таки дальше был. Так, СТРВ-ха там с Исухой должны встречать. Я боюсь, что сюда вернулся кто. ШПТК какой-нибудь. Поэтому я разыграю через вот эту часть. Что от горы можно будет засейвить. Так. Вафля уже сюда закатила. Это небольшая проблемка. Не допушил я, к сожалению, не успел. Опа. Нашел артовода. Что ты мне сделаешь? Мне главное не упасть сюда, потому что можно ошибиться. Скорее всего, они теперь зажмутся в угол. проверим. Проверим, тут ли вафля до сих пор или уехала. Я просто не знаю, оставаться ли здесь мне, либо как-то уезжать. Потому что они по-любому встали в дэвчик. Вопрос в том, как это убивать теперь, как это высвечивать. Надо ждать союз... Ага, ШПТК там остался. Отлично. Немножко страшновато. Здесь КСОР должен добивать. ШПТК эту. За мной едет. Не опускается. Так. К сожалению, КСОР погиб. Здесь вафля будет стоять, меня смотреть. А теперь у нас проблемы, да? ШПТК не добили. Вафля теперь меня с горы будет выкантривать. Он меня, кстати, не засветил, а я его засветил. Прекрасно. Могу, наверное, упасть. Как раз арту добить. Без засвета. И желательно, наверное, съездить ШПТК убить. Как раз прожму КД. Как неожиданно пришлось бой тащить. Вафля еще может фугас зарядить и добить меня с выстрела. Это тоже очень опасно. Надо иметь это в виду. Так. ШПТК у нас какая здесь инфа? Надо дозарядиться. Так. ШПТК у нас. ШПТК у нас. ШПТК у нас. ШПТК у нас. Отлично. Этого добили. И теперь... На перезарядку. И куда-нибудь с неожиданного этого поехать. Вафля навряд ли куда-либо уедет. Будет стоять, я думаю, там же. Вопрос, как именно заезжать? Вопрос в том, как именно заезжать. Я не знаю, зачем у нас артовод поехал. В принципе, он с базы бы прокидывал. Либо ему надо было туда ехать, конечно, чтобы закидывать. Так, так, так. Пришлось тащить бой. Давай дотащим. Постараюсь. Главное, чтобы Вафля не догадалась фугас зарядить, чтобы я с одного выстрела не отлетел. Ого. Можно сказать, подловил артовода. Очень вовремя я здесь оказался. Артовод решил схитрить и уехать. Поэтому надо поехать его убить. Этим займемся. Этим займемся. Как думаете, поехал дальше или остановился тут? Остановился тут. Остановился тут. Отлично. Так, ну теперь все стало проще, потому что сейчас Вафля, наверное, будет смотреть меня. Соответственно, СТРВ-ха должна ехать вперед. Я, наверное, раньше времени это делаю, да? Можно было чуть-чуть попозже зарядиться. А, Вафля решила туда встать. Вау. Не просто решила встать, а еще и убила СТРВ-ха встретила. Так. Я стрельнул один раз. Боялся, что засветился. Сразу. Нажал КД. По одному выстрелу стреляю раз в 30 секунд. Теперь дождемся, пока артовод приедет. Пока артовод, я не знаю, поедет он вперед или останется зацелит. Ему можно и блайнды сюда пострелять. Почему нет, собственно, да? Но мне будет очень сложно приехать к Вафле. Очень сложно. Наверное, надо ждать артовода. Скорее всего он будет жертвовать собой. Там было 1082 хп и отдал. И дал одну, к сожалению, да? Мне все равно барабана не хватает. То есть, соответственно, мне надо будет раздать барабан и еще откатиться. Перезарядиться и еще один раздать. Но это будет сложно. Это будет сложно. Я не знаю, почему артовод не попытался поблайндить. Почему он сразу поехал. Ехал вперед. Я еще даже не уверен, что я высвечу Вафлю. Она может откатить. Это будет самая большая проблема. Да, я понимаю, что я не ваншотный, но ехать мне тоже как бы нет большого смысла. Вафля была на фугасах и не пробила. Есть нашего СУ-14. 212, вернее. И снова не пробила. Да, вот видите, Вафля зарядила все-таки фугас. Зарядила фугас, чтобы меня с выстрела убить, поэтому правильно сделал я, что не поехал вперед. Ну и так вот. На неожиданности, скажем так. Ну, неплохой такой бой интересный получился. Стащила вам, аккуратно доигрываешь, никуда не упарываешься, не торопишься. Это если бы я еще 250 хп сам себе не снял. По сути, я же реально ни одного выстрела не получил, только сам упал немножко с моста. Вот, было бы чуть-чуть попроще, я бы не сильно боялся прям, ну не так сильно боялся бы фугаса Вафли. Конечно, она бы меня могла и поджечь, все такое, но... Получилось на мастерос сыграть. Планка здесь на мастера тоже достаточно высокая. 1449 опыта дали, 160 тысяч пофармил, опять-таки на снаряжение потратил много, а здесь уже стрелял фулл ББшками. Здесь стрелял ББшками, даже голду не заряжал, вот про что я и говорил, да. Там вот это статисты голдострелы, но по факту-то... Вот я играл с десятыми уровнями, и не сильно мне нужна была голда. Кстати, Вафлю я вообще почти фуловую или фуловую. Сколько у него хп было? Я ей на мосту что-то там дал, пару тычек. И потом еще туды-суды, там боеукладка, топливные баки, двигатель в красное. Очень много выбивал. Артовод, конечно, у нас вообще молодец, то что натанковал так. Угас, и то есть Вафле его вообще с трех выстрелов убило только. Отличный бой, прикольно, очень интересно получилось. Ну и давай какой-нибудь закрепляющий такой, сочненький. Давай Прохоровку, не знаю, Малиновку. Сейчас сочный закрепляющий бой, бац, за две минуты там меня убьют, как обычно. Как обычно. Такс, у нас тихий берег, у нас фулл восьмерки. А здесь где бы попересвечивать? Где бы быть такой, знаете, тварью, которая... Да блин, кто меня светит? Да где он находится? Вот хочется, чтобы противники, сидя за компом, так орали. Где эта мелкая тварь? Откуда она меня светит? Я обычно так ору, когда попадается против меня скилловая елочка. Ну или не скилловая, или которая просто встала в какой-то куст. И даже если ты не скилловый, но стоишь в кусту, тебя там только рентгена можно высветить. До тебя еще надо доехать каким-то образом до рентгена. Ты еще, когда на тебя едут, можешь уехать за этим кустом. Вот, поэтому... Поэтому так и дела на елочке. Вот так вот можно зажигать. Давай посмотрим что-нибудь в центре. Не знаю, можно в этот кустик встать, попытаться просветить перекатку направо. Ну, можно было перекат тяжей светить, но я не особо люблю это дело. Мне это чуть меньше нравится, чем в начале на правый фланг ехать. Уже ЛТ-шку пересветили. Отлично. Даже еще кто-то ей дал. Вообще прекрасно, очень приятно. Так, может быть еще кто-то даст. Ошибается ЛТ-4-3-2. Прям ошибается, чувствуется это. Ага, у противника тоже елочка, посмотри, так стало. Но она захотела пострелять. Возможно это ошибка. Это не точно, может быть и не ошибка. Так, он теперь спустился вниз. И прикол в том, что у него нету возможности уехать не светясь. Да, он будет светиться при выезде. Вот про что я и говорил, да. И он думает, что он сейчас не светится или нет. Или он так не думает. Так, мне к сожалению отсюда придется уехать. Можно попробовать вот сюда встать. Видели елочка, да, встала. Хоть и в засвете, но ее навряд ли проблайндят. Я-то знаю, где он. А что это дает? Мало чего. Так, мутса немножко посветил. Ну как немножко? Нормально так посветил, на 3 хп. Вот, теперь я знаю где елка, но... Даже, даже исходя из того, что я это знаю... Ну а что я могу сделать? Могу ли я туда приехать? Ну навряд ли. Ага, вот. Может быть сейчас его Т-92 постреляют. Очень хочется законтрить елку. Очень хочется ее победить, чтобы она в дальнейшем не мешала. Т-92 в принципе побеждает. Мне вроде даже не надо палиться. Но я спалился все равно. Зря. С-53 сейчас сюда куда-то может выезжать. Гвардеец может что-то попридумывать. Так, ну хотелось бы, чтобы мутса добили. Хотелось бы, чтобы мутса добили и можно было бы этот фланг светить потихонечку. Так, ЦСК проверяем тут. Лоррейна нашел. Кто-то этому Лоррейну даже давал урон. В целом пока возможно не ошибка просто вот так встать. Раз я прокатился, не засветился, то почему бы и нет. Там объект 416. Это правда не я свечу. Слишком незаметные танчики. Ну давай попробуем что-то пострелять. Последняя. Ну я неправильно последнюю стрельнул, будем честны. Так, команда снова немножко проигрывать вздумала. Не знаю зачем мы СТРВ худобили, это отлично. Да, я хочу вот этих ребят сильно далеко не отпускать. Без засветов по идее не должен. Но это не точно. Ну вот, вот так вот ЦСКу наверное не отпущу. Хочется так встать, чтобы из куста не сильно выезжать. И отъезд ЦСКи светить. Возможно тут надо что-то агрессивнее сделать. Давай наверное агрессивнее поеду. Я 103 нашел. По ней к сожалению навряд ли кто-то даст, да? Там и 416, и ЦСК. 240 метров не должна меня ЦСК светить ни... При каких раскладах. Я вот думаю самому тогда раздавать по ней урон. Ага, теперь меня 16 увидел скорее всего. Но ему еще надо попасть. А я сейчас уже скоро отсвечусь. Опа, я уже отсветился. Могу вот так вот выехать. До 103 посветить. Если это СМУЦ вообще видели куда уехал, да? Так, нам надо срочно этот фланг проходить. Тут еще ИСУ-152К может быть. Но есть вероятность, что она конечно все равно на фланге тяжей. Но нет, она тут. Она тут отдыхает. Барабанчик будем по ней раздавать. И последняя не полетела, как всегда. Но это не страшно. Другой фланг встретили. Здесь в принципе... Справимся. Так, это мой засвет был. Видели? Немножечко башни показал. Немножечко. Прямо этого хватило. Т-103, возможно, уехал оттуда. Т-103, возможно, оттуда уехал. В любом случае, сначала ИСУ-ху тут допушим. У меня фулл ХП. Ни о чем не переживаю, не парюсь. Он вроде не уезжал отсюда. То есть он не заехал. О, ИСАФКшный. Хотелось бы мне по нему раздать. Но сначала надо ИСУ-ху добить. И попробовать с каточками. Попробовать дать с каточками. Как раз гвардейцы и прочие будут по нему стрелять. Ну блин, ну как же так? Ну как же так? Ё-моё. Эх, с каточками было бы намного приятнее. Да, там не для отметки. Но это же тоже пофармить можно было бы. Ах, видел я, что ИС-2-2 не светился. Думал, что он все-таки там где-то кемперит. Может аккуратно играет. Но тоже неплохо получилось. Тоже как... Непонятно как, непонятно где. Что-то высвечивал. Катался по центру. 3000 насветил. Еще даже немножко настрелял. Блайндов вроде особо не давал. Может посмотрим. Может какой-то остаточный был. Но суммарки опять больше там 4000. Больше 5000 даже суммарки. Дозорного получил. Казалось бы на карте Тихий берег. Вот такие вот мы три боя сыграли. Если прям на результат играть. Потеть. 5к суммарки. Практически уровень Мантикоры. Мне интересно, знаете что сделать? Попробовать будет стрим на ней. Только там на Прохоровке, Малиновке во взводе с двумя ПТшками. Во взводе там взять СТРВ какую-нибудь. Что там еще ПТшного есть такого? ИСУ-152К как раз, который в тарифе игровой сейчас вместе с елочкой. И покататься чисто на Прохоровках. Какие-то рекорды поставить на восьмом уровне. Мне кажется будет очень интересно. Потому что я знаю, вы любите такие стримы, когда какие-то топовые цифры на свет. А на Прохоровке, считай, отдыхаешь. Кайфуешь. Показываешь уровень. Ну, в целом, как-то так, ребят, да? То есть не сильно сложный геймплей. Играешь просто аккуратненько. Играешь от кустиков. Лютая маскировка. Неплохой обзор получается. Танчик однозначно один из самых сильных. Ну, что я вам рассказываю, да? Там 11 миллионов 250 тысяч боев на восьмом уровне на этой ЛТХе. Говорят сами за себя. Танчик отличный. По ИСУхе я уже делал гайд. Если что, да, кто в тарифе игровой сейчас ИСУху 152 получил. Можете гайд найти на канале. Как на данном танчике играть. Что из себя представляет. По елочке тоже рассказал. Надо будет сделать стримец такой веселый, сочный. Как на Монтикоре, только на восьмом уровне. У меня на этом все. Спасибо, что посмотрели данное видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok